Ольга Викторовна, доброе утро. Доброе. Я вас слушаю. Значит, у меня уже сказали, что у вас есть специализация, по которой можно задать вопрос, поэтому мой вопрос касается, ну, собственно, самой пенсии для инвалидов, так, и почему она такая маленькая, и учитывается ли в принципе то, сколько стоит жизнь, а часто инвалидам нужно ещё иметь специальные какие-то лекарства, либо устройства, которые стоят недёшево, но очень маленькая пенсия, и у меня просто есть родственник, который сейчас уже взрослый человек, работу найти в принципе невозможно в регионе с таким заболеванием ДЦП, хотя есть образование, но шансов, в общем-то, нет. И, значит, беспокоит меня такая ситуация, думаю, что она вообще для Белоруссии типичная, это когда сначала инвалид живёт за средства своей семьи, но родители не вечные, и вот как взрослым людям выживать на такую пенсию, которая определена нашим государством? Ну, давайте сказать, что пенсия по инвалидности, а какая у них там группа инвалидности? Вторая. Ну, пенсия по второй группе инвалидности, она не меньше, чем пенсия по возрасту. И говорить, что пенсия по инвалидности не маленькая, но это не совсем, скажем так, правильно. Она назначается в тех же самых размерах, а иногда и выше, чем пенсия по возрасту. Что касается стоимости лекарств, насколько я знаю, у инвалидов второй группы есть льготы по лекарствам, и лекарства, которые необходимы для них, они получают с скидкой, по-моему, там они платят 10%, чего нет для других граждан. Поэтому здесь, ну, я не могу сказать, что об инвалидах ни за государством не заботится. То есть все нормально, да? Нет, я не могу сказать, что все нормально. Надо рассматривать конкретную ситуацию. Ну, хорошо, вот вы говорите, что столько же, сколько и по возрасту. Но какая это сумма? Нет, ну, пенсии по возрасту, так же, как и по инвалидности, суммы самые различные. У нас минимальная пенсия сегодня 278 рублей. Вот, 278 рублей. Ну, это минимальная, она назначается лицам, у которых нет продолжительный стаж и был невысокий заработок в период работы. Да, но вот у инвалида, например, вообще нет рабочего стажа, что тогда? Какая будет у него пенсия? Да, у него социальная пенсия. Ну, вот, то есть вот такая минимальная, правильно? Да. Да, ну вот, инвалид с детства, вот, имеет такие деньги. Как бы человеку 30 лет, и какие у него перспективы? То есть вот именно у инвалида с детства, что делать вообще? Нет, ну, я понимаю, инвалид с детства, но вы говорите, что есть образование, значит... Есть, бухгалтерская, бухгалтерская, да. Бухгалтерская. Ну, я знаю, бухгалтеры работают и удаленно через интернет. То есть это как раз та профессия, которая позволяет работать, не всегда находясь на рабочем месте. Многие везут бухгалтерские документы небольших компаний удаленно. То есть там договоры заключаются трудовые, они приходят, оформляются. Ну, есть возможность работать. А в службу занятости вы обращались? Ну, вот я вот... В нашем районе нету таких вакансий, на которых можно работать удаленно, либо вообще, ну, условий для работы такого человека. Там есть нарушение речи, просто очень сложно общаться устно. Есть проблема с моторикой, например, мелкой, да, поэтому работа на компьютере, она возможна, но она требует больше времени, естественно, чем здоровому человеку. Поэтому работодатели, как правило, не очень, ну, заинтересованы в таком работнике. Особенно если мы говорим про частные какие-то конторы, да, то навряд ли они будут брать на себя такую ответственность. Ну, здесь никакой ответственности особой нету. Если нет противопоказаний к труду, то это тот же работник. При этом ведь многим, скажем так, небольшим организациям бухгалтер-то и не нужен на целый день. Они поэтому и берут буквально на несколько часов такого работника, заключая с ним. Ну, это, наверное, в Минске как-то больше устроено, но у нас в районе таких вещей точно нету абсолютно, да. Но смотрите, но меня вообще интересует, вот вы, собственно, можете напрямую влиять, ну, собственно, на те решения, которые принимаются в сфере социальной защиты, и вот как Министерство труда оценивает вот эту пенсию в 278 рублей, то есть у человека, у которого нету возможности работать, то есть физически, если он, например, инвалид с детства. Как вы приходите к этим цифрам? Мне непонятно просто. Учитывайте, если коммунальные платежи, то есть сколько еды нужно, те же лекарства, 10% скидка, да, то есть я знаю, что у него есть очень дорогостоящие. Я знаю, у инвалидов же есть, да, у льготы и по жилищно-коммунальному хозяйству, насколько я знаю, если он проживает один. Ну, насколько вы знаете, да, но вы должны знать это точно. Не, ну, есть, не, знаю точно, но здесь вопрос, что льготы предоставляются, если инвалид проживает один, действительно, у него есть льготы, и даже если он проживает не один, у него будет льготный тариф на жилищно-коммунальные услуги. Ну, вот, по-моему, у них нету, они живут еще, пока он живет с родителями, и у них, по-моему, нету никаких льготных вещей. Ну, хорошо, это частности, но все равно, то есть учитывать... Подождите, я просто спрошу так тогда, получается, что государство учитывает льготы, дотации там какие-то, ну, может, субсидии на погашение каких-то коммунальных платежей, да, и, то есть, пришли к выводу, что 278 рублей – это, ну, то есть, достаточный минимум прожиточный для инвалида, правильно? Ну, на самом деле, минимальный размер пенсии, он и приближен к прожиточному минимуму человека, ну, вот, они близко равны, но мы понимаем, что у нас сегодня в Беларуси 2,5 миллиона пенсионеров, у нас каждый четвертый пенсионер, и для того, чтобы пенсии можно было выплачивать в большем размере, у нас должно быть большее отчисление от работающего населения, Я понимаю, абсолютно. Меня просто вообще-то возмущает, почему я вообще звоню, потому что я знаю, что, как содержатся, например, наши райисполкомы, у которых есть 8 автомобилей, там, или 7 в парке, а есть, например, районы центральной больницы, в которой есть одна старая Нива и одни жугули, которым 19 лет, и, то есть, тут же у меня возникает вопрос о том, почему у нас есть у чиновников, например, какие-то высокие пенсии, которые, например, скрыты от глаз, собственно, всех остальных, трудящихся в Беларуси, а вот инвалиды имеют вот столько-то денег, да, и, например, почему милиция имеет такие-то зарплаты с райисполкомом, а, например, тот же бухгалтер в колхозе имеет другие зарплаты, вот мне вот эти вещи непонятны, я не понимаю, как можно на 278 рублей выжить, в принципе. Ну, в самом деле, вещи очень понятны, любой человек может пойти служить в силовые войска, и там свободный доступ, то есть, никто же не запрещает кому-то... Инвалид не может пойти. ...пойти в дилицию, либо в армию, я не беру инвалида, у него ограничения, скажем, есть, но если он инвалид с детства, то он с детства получает поддержку от государства, и его родители, когда он был ребенком-инвалидом, получали пособие по уходу, заполнительно к социальной пенсии. Что у нас теперь с этими людьми? Вычли же из пенсионного стажа вот этот уход. Что значит из пенсионного стажа уход? То есть, например, моя тетя ухаживала действительно за ребенком очень много лет, то есть практически до его совершеннолетия. То есть, в период входит ей в трудовой стаж. Ей входит, да. Но вот я, например, знаю, что ей почему-то убрали, она могла пойти на пенсию раньше, но потом вот этот убрали. Нет, вы абсолютно не правы. Матери инвалидов с детства имеют право выйти на пенсию раньше на 5 лет. И им нужно 5 лет страхового стажа всего. Это самая льготная категория, скажем так, одна из самых льготных категорий. То есть, для права на пенсию, она мало того, что на 5 лет раньше выходит на нее, ей еще нужно всего лишь 5 лет поработать, понимая, что у нее есть ребенок-инвалид, она вынуждена за ним ухаживать. И поэтому в этот период она работать не может. Но 5 лет, за всю свою трудоактивный период жизни, мы говорим, с 20 лет условно там до 50, 5 лет же можно отработать, как вы знаете, за эти 30 лет. Да, она уже отработала. Ну, право на пенсию у нее осталось. Никто не лишал права на пенсию. Ну, а что касается, я повторю, службы в вооруженных силах, ну, пожалуйста, открытый конкурс. Ну, то есть, хорошо, чтобы зарабатывать, иметь хорошую пенсию, только можно пойти в силовые структуры. Нет, но меня интересует, почему 278 рублей? А есть ли какая-то калькуляция, как вы вообще составили вот эту сумму? Где-то можно с этим познакомиться? Конечно. Есть закон о бюджете прожиточного минимума, там написано, что входит в его состав. Есть утвержденное постановлением Совета Министров корзина, то есть набор продуктов, который тоже утверждается, который входит для питания. И там все расписано, как определяется бюджет прожиточного минимума. То есть 278, они приближены? Да, это как раз уровень минимального бюджета прожиточного минимума, в среднем на душу населения. Все эти цифры есть, оно все есть в нормативно-правовом акте, в свободном доступе. Попробуем, мы тоже понимаем, что эта пенсия невысокая, но для того, чтобы их увеличить, нужны дополнительные ресурсы, которые нужно кому-то заработать. К сожалению, сегодня дополнительных ресурсов просто нет. Я повторюсь, у нас каждый четвертый человек в стране пенсионер. Плюс мы должны взять, что у нас больше миллиона детей еще, которые тоже нуждаются в поддержке. И вот и получается, что надо это 4,5 миллиона наших граждан своим трудом зарабатывать, отчисляя налоги, взносы, вот деньги для этих людей, которые нужно поддерживать. Скажите, а министерство, а вот вы со своей стороны не инициировали, например, перераспределение какое-то в бюджете? Например, от райисполкомов, например. А при чем здесь райисполкомы к пенсионному системе? А при том, потому что они тоже бюджетники, например, у нас невозможно узнать, сколько тратится денег на содержание райисполкома. Это все зашифровано в бюджете в какие-то общегосударственные расходы. И разобраться там абсолютно невозможно. Андрей, у меня, наверное, деньги закончились. Продолжение следует... Продолжение следует...